Друзья, приветствуем вас на нашем канале. На связи Рината и Лилия Хамедулины и наш клуб путешественников Странотека. Мы находимся на прекрасном острове Пхукет. Сегодня приехали с друзьями на завтрак просто в шикарнейший отель Анантара Лаян и покажем вам всю эту замечательную атмосферу. Друзья, давайте сразу договоримся. С вас лайк, а с нас тщательный обзор. Покажем вам завтрак обязательно, потом нас ждет пляж. Будем наслаждаться пляжем и тоже для вас его отснимем. Каждый отель, который мы посещаем, мы лично за это платим свои собственные деньги, поэтому наши все обзоры они не коммерческие, они наши собственные. Так вот завтрак здесь нам с Ринатом обошелся две с половиной тысячи бат на двоих. Это не считая еще тех напитков, тех перекусов в течение дня, которые мы тоже будем заказывать. Нашли мы такой вот классный ресторанчик в шикарном отеле Анантара. Друзья, просто шикарный выбор. Посмотрите, на что ломится от разных изысканностей, разных вкусняшек с обалденным видом на свой пляж. У нас сейчас рубрика, что едят ваши любимые турагенты. Взял разных вкусностей. Салмон, какая-то вторая рыбка. Макрель. Макрель, вот Лилия подсказывает. Тут всякие вот три вида хамона только. Пожалуйста, да. Разных три вида сыра взял, сосиски, хлебушек вкусный. Набрал для нас с Лилией такую тарелку разных фруктов огромную. Здесь угощает шампанским. Себе сок взял, взял себе американо. И за ваше здоровье, друзья. Сейчас покажу, что у меня. Мне сегодня не хочется никаких вариаций яиц. Я взяла два в кустах хлебушка. Буду просто сверху с маслицем и с рыбой и сыром. А вот еще гёдзу. Гёдзу я люблю. У меня капучино на кокосовом молоке. Выпью за наше с вами здоровье шампанское. Что меня больше всего у нас с друзьями восхищает? Это, конечно же, вид. Ринат, покажи еще раз. Только посмотрите, как здесь роскошно. Просто какое-то такое уникальное, прекрасное место. Друзья, в этот раз я изменила порядок своего видео. Я сперва сама насладилась всей этой атмосферой. Я сперва насладилась всей этой вкусной кухней, общением с друзьями. И вот только сейчас уже иду спокойно вам все снимать, показывать. Важный момент то, что шведский стол своего рода или блюда разделены на несколько отсеков. Мы с вами сейчас пойдем, получается, в самый крайний. Здесь нам сразу же сказали, что здесь находятся сыры. Но помимо сыров мы нашли еще и хамон. Сейчас с вами все посмотрим. Такая вот идет экспозиция вина. Далее здесь разные специи своего рода. И вот теперь уже, смотрите, пошла вот такая вот вкуснота. Все очень-очень вкусно. Мед в сотах. Орешки. Вот этот хлебушек нужно обязательно попробовать. Двигаемся дальше. Здесь у нас с вами сыры представлены. Вот здесь вот мой любимый сыр с песню. Так, вот так вот виднее, да, наверное, понятнее. Так, это был сыр камамбер. Это сыр эментал написано. Это уже какой-то манчего сыр. А это рикотта. Как вам? Мне кажется, вообще просто супер. Теперь мы с вами перейдем к основному отсеку. Вот с вами детский корнер. Вафельки, йогурты, капкейки, зефирки. Далее у нас вот такая вот с вами зона. Мы сейчас постепенно все посмотрим. Здесь у нас с вами рис. Здесь рис с морепродуктами. Это вообще крайне редко встретишь на шведском столе. Это куриная карри. Вог. Свинина. Это нодлы. Это у нас гратен карточный. Это фасоль. Дальше идут вариации вареных яиц. Йодзе. И вот такие вот драники. Пока эта станция свободная, я здесь учусь с ними. И потом перейдем к другой станции. Здесь у нас с вами салат-бар. С этой стороны опять идут йогурты. Нам всем зашла рыбка. Это вот лосось. И еще тоже вкусная была макрель. Здесь у нас с вами хлеб. Берем просто на все хлеб, который нравится. Вот держим вот этой салфеткой и отрезаем тот кусочек, который хочется. Масло вкусное. Мы вот убрали. Здесь были тарелочки такие маленькие. Ножичком накладывали масло себе в тарелочку. Здесь варенье разнообразное. Здесь уже пошли пончики. Кексы. Очень вкусные круассаны. Идем уже здесь. Здесь у нас с вами пудинг. Очень важно, что есть овсяная каша. Здесь разнообразное молоко. Низкое содержание жиров. Соевое молоко. Миндальное молоко. Здесь уже пошли хлопья. Гранулы. Это у нас с вами идет безглютеновый уголок. Мне понравились вот здесь вот сухофрукты. И обязательно попробуйте вот это вот пирожное с гранулой. Ну, вот действительно вкусно. И я еще кофе с удовольствием прям вот эти вот ягоды Годжи взяла. Здесь у нас с вами идет размельченная фасоль с очень вкусными специями. Мне тоже понравилось. Хлебушек. Вот такие вот разные. Сосиски. Это какое-то индийское блюдо. Кумус. Уже готовые салатики. Двигаемся дальше. Это китайский уголок. Это тем самым. Это уже ингредиенты. Все для супа. Вот еще тоже рис с чем-то. Это просто вареный рис, если вдруг кто-то захочет. Опять какие-то ингредиенты. Это рисовый суп со свимией. Специи. Мы переходим с вами к этому корнеру. Здесь вот прям написано, что готовят нудлы. Вот так вот их готовят. Плюс еще станция для приготовления яиц. Мощно, смотрите, омлет. Скрамбл эгг. Поучт экс. Потом есть бенедикт. Жареные яйца. В общем, написано, что это яичная станция. Мы с вами сейчас пройдем к третьей станции. Она классная, она важная. Там фрукты, там напитки. И мы нашли второй отель среди многих премиальных отелей на Пхукете, которые тоже комплементарно подают шампанское для своих гостей. Идем смотреть. Тренат тоже здесь. Моя любимая станция. Здесь можно набрать не только воды. Здесь есть разные фреш-джусы, разные шампанское. Кому хочется с утра выпить просекко. А сейчас покажем вам фрукты, что здесь есть. Бананы, манго, ананасы, папайя, маракуйя. Посмотрите, какая дыня. Вот эти вот яблочки. Дрэгон. Дальше джекфрут мне тоже нравится. Желтые арбузы. Стандартные арбузы-грейпфрут. И вот здесь еще дополнительно готовят, видите, вафли и оладушки. Но все-таки самое ценное. То, почему нам не хочется никуда торопиться, не хочется никуда уходить. Хочется провести вообще здесь целый день. Это, конечно же, вот этот вот прекрасный вид. Здесь просто, знаете, как-то берешь и замедляешься. Здесь настолько хорошо, что, представляете, мы уже находимся здесь практически до 12 часов. И начался бранч. Культура бранча мега популярна в Таиланде, в Арабских Эмиратах, в отелях высокого уровня. Выходные, люди хотят выспаться, да. Они высыпаются и потом приезжают на бранч. Бранч это что-то такое между, получается, завтраком и обедом. Выбор отличный. Вот если получится сейчас отснять, то все вам покажу. Плотный такой разнообразный бранч здесь получается по стоимости 3500 с одного человека. Бат, бат. Мы же уже дошли до пляжа, до моря. Пока есть такая прекрасная возможность, лучше все вам это покажу. Видите островочек впереди, докуда можно доплыть. Знаете, место уникальное. Отсюда не хочется никуда уходить. Там видна уже другая бухта, да, Бангтау. Вот такие санбетс, солнечные кровати. Пляж немножко под горочку получается. Там вот зонты-шезлонги для гостей отеля. Там же расположились виллы. Самое главное, что море чистое, море прозрачное. Песчаные, он рыбки какие, не стоячие. Для гостей еще, видите, есть скутеры. Очень классно. Похоже, что пляжную полосу не размывало. Они вот такой вот чистокол выстроили. Возвращаясь с пляжа, видны вот такие вот указатели. Надеюсь, вы сможете тоже проникнуть с этой атмосферой. В общем, вот такой вот у нас на сегодняшний день ложе. Сегодняшний день мы будем проводить здесь. Кайфовать, наслаждаться вместе с нашими друзьями. У нас продолжается с вами экскурсия по отелю Анантара. Если вы увидите, там вдалеке три скутера едут. Так вот, прокатиться на этих скутерах стоит 2500 бат за полчаса. Стоимость просто офигенная. Это, считайте, около 6000 рублей. Это что? Это 60 евро. Да, там где-то 55 долларов примерно. Друзья сказали, что в Геленджике такая цена идет за 5 минут. Так что, когда будете здесь, надо обязательно воспользоваться. Я сейчас пошла себе посмотрю новый купальник. Возможно, тоже прокачусь. Наконец-то, представьте, первый обзор, где я могу вам вот так вот вблизи показать казуарины. Потому что побережье Таиланда, особенно Пхукета, усыпано вот этими казуаринами, которые внешне похожи на сосны. Но это не сосны, это казуарины. А здесь вот в такой вот естественной тени, видите, скрыта вилла. Силла. Ну что, как вам бранч? И то я, знаете, сняла вот не полностью атмосферу. Все потому, что очень много гостей, все столы абсолютно заняты. Поэтому как-то, чтобы вот эту приватность не нарушать, максимально была сконцентрирована на блюдах. Знаете, что если даже вы смотрите наш обзор и сами не отдыхаете в отеле Антара, отдыхаете в каком-то другом, мы в нашем турагенции можем вам забронировать здесь столик на предстоящий бранч во время вашего отдыха, чтобы также наслаждаться всей этой красотой и атмосферой. Вот такие роскошные виллы. Вот такой пляж. Кстати, кокос во многих отелях как раз-таки висит для того, чтобы показать, ветреная сегодня погода или нет. Пляж, 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 пляж! Пляж, пляж, пляж! Пляж, пляж! Пляж, пляж! друзья просто офигенная программа во время бранча все столы полные но нам удалось как уже говорили для нас организовали такое место где мы можем плавать и заказывать еду и вообще наслаждаться атмосфера отеля вот как остановиться снимать всю эту красоту не просто невозможно посмотрите все столы полные на первом этаже на втором этаже столько гостей это нечто мы сейчас осмотрим 15 виллу она вроде бы как я поняла односпальная да все верно односпальная но вот такая со своим бассейном представляете очень приватно все и большой бассейн сразу же шезлонги для гостей зонт есть ой классно вот такая вот еще терраса мы я думаю к ней пройдем птицы поют вот мы с вами оказались уже внутри виллы дополнительно поставили для гостей которые буквально в еду через некоторое время еще одну дополнительную кровать для ребенка гостям дополнительно предоставляют пшикалки от комаров и электрический общем фумигатор от комаров единственный момент хочется прям на полу чтобы было дерево здесь плитка под дерево ванная комната конечно вообще вне всяких похвал такая вот зона гардеробной с сейфом 1 раковина здесь у нас с вами душевая посередине вот такая неординарная ванная дали туалет еще 2 ванны и еще одна зона гардеробной с большим количеством халатов сумочкой тапочками шлепками тапки вообще классно халаты посмотрите какие махровые такие как вы видите водичка комплементарно есть еще весы есть полотенце для пляжа также холодильная доска и тут тоже тапочки шлепки и вот штучки для обуви вот такой вот комплимент ждет гостей которые сюда приедут посмотрим с вами мини бар но здесь сразу же хочу сказать что вода идет комплиментом остальное уже идет все за дополнительную плату мне еще нравится свечка и вот такие благовония а то что оказывается непростой он но не то чтобы золотой но смотрите открывается дверка можно выйти на улицу и вот тебе как на мальдивах не только ты в таиланде можешь принимать душ под открытым небом под открытыми звездами это супер а потом ты можешь выйти и пройти вот сюда вот в свою собственную террасу как раз которую я вам тоже обещала показать сушилку для вещей еще раз здесь отниму нам вилла понравилась она прям такая красивая приятная в окружении зелени сейчас еще покажу мега красивой пальмы в виде веера вот эти вот пальмы так сильно понравились так красиво мы с вами выходим потому что обзор закончен мы вернулись зона рецепции решили спросить у коллеги что значит эта птица она нам сразу же сходу сказала что-то плит петиться продается она продается за 6 миллионов бат кто хочет купить пожалуйста волком это эмблема отеля нантара вот такая вот рецепция такие прикольные чемоданчики да на самом деле зона рецепции небольшая в отеле есть еще детский клуб в отеле есть теннисный корт мы сейчас едем с вами посмотрим детский клуб потому что все таки кто едет с семьями это действительно очень важно вот такой бассейн еще всего в отеле три бассейна это вот спокойный бассейн вы сами видите да ни одного гостя ни одного но в эту локацию я уверена что вы приедете потому что здесь находится спа здесь находится фитнес здесь находится детский клуб вот уже приготовленное полотенце для гостей отеля говорит оба уровня отеля там тоже заботливо лежат полотенчики водичка все очень красиво слоник территория здесь тоже расположились виллы давайте попробуем справа фитнес-центр посмотреть я уже с улицы увидела что там тренажер у техно джим фитнес-центр небольшой такой светлый очень приятно конечно заниматься с таким красивым видом здесь свежо здесь приятно гантели детский клуб называется чанг вот здесь вот все активности расписан да что и ждет детей принципе также и взрослых все тут написано саунд медитацию вижу в два часа дня нам с вами очень сильно повезло потому что нету детей соответственно я могу сделать съемку спокойно почему нет детей потому что на табличке написано что они ушли на какие то активности вместе с детками поэтому мини-клубе нет никого видим с вами игрушки видим с вами книжки вы знаете антаро просто изумительная сеть я встречала в своей жизни отель антаро во многих странах мира только что мы прилетели саму и там тоже был отель антаро есть в эмиратах я лично жила два года назад в цепи отеля антаро на мальдивах а очень классно стать приятный замечательный отель прямо недалеко от мале стильные светлые классный с замечательным входом в море прямо с удовольствием бронируем рекомендуем я иду к нашим уже на пляж чтобы еще дальше продолжить наслаждаться атмосферой дня идем с вами вот по такой лицеватой дорожке очень верится что вы тоже слышите как поют птицы благодарим за то что были с нами посмотрели наш классный обзор хочется снимать для вас все больше и больше потому что это нас радует вдохновляет путешествовать здорово и до новых встреч в новых наших видео обзорах нам все в это ли очень сильно понравилось мы этот отель от души рекомендуем мы сами рады что каждый отель и антаро цепи антаро нас восхищает нас радует мы знаем разницу колоссально между тем или иным резортом допустим здесь мы лично были встречали первый но новогодний день с ренатом волонтаре майкал поэтому когда вы обращаетесь наше агентство вы получите прям знаете такую мега детальную информацию на данный момент мы эксперты номер один на всем русскоязычном пространстве здесь указан наш лично ватсап чтобы вы написали нам и могли получить прямо исчерпывающую информацию и мы позаботились нашей командой о вашем замечательном отдыхе хочется напомнить что у нас два юридических лица одно в россии другой в казахстане огромного благодарность за то что вы пишете комментарии за то что вы даете нам советы рекомендации то что вы делитесь и пишите какие отели вам было бы интересно или какие-то придумать для нас новые темы так сложилось что больше обзоров у нас действительно по отелям непосредственно то наша сфера бизнеса да в котором мы как рыба в воде потому что в туризме уже 23 года представляете за спиной 50 стран в копилке мы просто с ренатом мне кажется такие фанаты своего дела нас хлебом не кормить да и попутешествовать да и съездить какой-то новый отель вот сегодня воскресенье мы проводим тоже его здесь в анонтаре это классно это здорово когда любят люди свое дело у нас такая вот вся команда поэтому большая просьба действительно поставьте лайк у вас займет две минуты две секунды вернее да а для нас так как алгоритмы youtube работу таким образом продвинет наш обзор и больше людей узнают о таком замечательном отеле